Вот это мой выигрыш на шоу. Я пригнал ее из Москвы. Продаст недорого, хорошая комплектация, не бита, не крашена. Хозяин один, деньги нужны срочно. Ну, на самом деле, потому что нужно будет заплатить налог, потом и поделиться выигрышем с Дашей, и кое-какие свои долги погасить. Эта иномарка досталась Антону Волоснихину, потом и кровью теперь просто пылится во дворе. Каждый раз, глядя на нее, молодой человек вспоминает не лучшие дни своей жизни. Жажда славы и халявы его привела в самое трогательное реалити-шоу. 10 участников, 13 телекамер и трое суток без сна и еды. Чтобы забрать приз, надо всего ничего – держаться за машину все это время. А для остроты и ощущений принимать участие в безумных конкурсах Антону всегда везло больше своих конкурентов. Ему нужно было за две минуты выпить, ну, около 300 грамм, наверное, рыбьих глаз, тишков и тишуи. И они издавали просто такой омерзительный запах. На самом деле, я даже стоял там в двух-трех метрах, но чувствовал, видел, как у него рвотные спазмы, и все это выделялось обратно, но он молодец и все съел. Порой тело наливалось свинцом, и ноги тяжелели. Вот-вот и упал бы, но нет. Жажда наживы заставила его сжать зубы и дойти до конца. Антон оказался в финале с матерью-одиночкой. Брутальный спортсмен поступил по-джентльменски и разделил выигрыш с дамой. Я хочу поделиться с ней выигрышем. Ты серьезно? Серьезно. Точно? Точно. То есть ты хочешь отдать часть денег от этой машины Даши? Да. Я готов поделиться. Ты понимаешь, что мы проверим это? Да. Ты понимаешь, что мы не слезем с тебя, если ты этого не сделаешь? Пожалуйста. Скажи. Молодой человек раскрывает секрет своей суперсилы. Оказывается, все дело в профессии. Там и не такого натерпишься. Антону доверяют свое тело и только вип-персоны. Он, известный в медийных кругах человек, охраняет не менее известных самарских личностей. У меня 12 боевых наград. Я ветеран боевых действий. Заслужен на Северном Кавказе. Потом участник консерстических операций. И этот человек еще строил свою любовь в одном из реалити-шоу. Таким образом, бывший военный борется со своими комплексами. Да и куда и во что он только не ввязывался. Студент юридического факультета, психолога и отец восьмилетнего сына в свои 27. Антон прерывает разговор с репортером и намекает на время. У него, ко всему прочему, еще и тренировка. Для начала он собирается вернуться в органы, а потом получить еще немножечко славы. В каком-то смысле тоже через реалити-шоу. В 35 лет по уходу на пенсию начать политическую деятельность. А еще он планирует завести двоих детей. И, конечно же, как любой уважающий себя известный человек Антон поет. Вернее, читает. Так он готовит будущие проекты социальных программ. Чистись зубы и заправь кровать. Лови пас, брат, давай себя тренировать. Чисто по секрету, тихо. После тренировки спортсмен пойдет домой. Сообщит своей даме сердцу, что собирается в Москву на очередные съемки. Ему там внезапно невесту будут подыскивать. Антон участвует в шоу «Давай поженимся». И это всего лишь телевидение. Ничего личного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!